Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео расскажу вам, как зарегистрировать интеллектуальную собственность в США. Подписывайтесь на наш канал, мы регулярно будем публиковать новые видео на тему ведения бизнеса и иммиграции в США. Итак, очень часто к нам обращаются иностранные граждане с вопросом, могут ли они зарегистрировать свою интеллектуальную собственность в США. Почему этот вопрос их интересует? Понятно. Законодательная система США довольно прозрачная, стабильная и предоставляет определенный спектр защиты прав и интересов, в данном случае владельцев интеллектуальной собственности, если она зарегистрирована здесь. Хорошие новости, что любой человек может зарегистрировать свое IP в США. То есть не обязательно быть гражданином или постоянным резидентом в США. Очень часто люди регистрируют здесь компании, начинают вести какой-то бизнес, даже не находясь здесь физически. И у них возникает какая-то интеллектуальная собственность, которую они используют в своем бизнесе, и они ее регистрируют. Либо на имя своей компании, что, конечно, зачастую предпочтительнее, либо они могут это зарегистрировать на имя физлиц, на себя или на своих партнеров. Начну со снов. Что является объектами интеллектуальной собственности? То есть это, конечно, бренд, товарный знак, также авторское право и патенты. То есть разные вещи попадают под разную категорию. И очень важно понимать ваш продукт или ваша идея, в какую категорию это попадает. Зачастую к нам люди обращаются, не только к нам, ко мне и к моим коллегам. Иностранные граждане обращаются и спрашивают, хотим зарегистрировать патент, сколько это стоит, как долго это занимает. Они получают ответ, что это стоит очень много, тысяч долларов занимает это больше года. И они сразу пугаются, потому что объект их интеллектуальной собственности может быть не столь ценен. На самом деле, если разобраться, объект их интеллектуальной собственности, он и не является предметом патентного права, он является предметом авторского права. Приведу пример. Если это какой-то компьютерный код или компьютерная игра или еще что-то, это является предметом авторского права. Его очень легко зарегистрировать, намного дешевле, намного быстрее. Что является предметом патентирования? Патент выдается на новое уникальное изобретение, которое полезно. И тут очень главное слово «полезно», потому что если изобретение новое и уникальное, но оно не несет какой-то практической пользы, то оно не является предметом патентирования, оно является предметом авторского права. Опять же, привожу пример. Компьютерная игра. Она может быть суперновая и как никогда ранее такого не было, но она не несет практической пользы. Это не значит, что ее владелец не может наслаждаться всеми правами, которые ему положены как создателю этой игры. Он свое право может зарегистрировать как авторское право. И его права, конечно, будут полностью защищены. Также патент может быть выдан на алгоритм каких-то действий для выполнения какой-то работы. Вот это все является предметом патента. Предметом авторского права являются, если, как я сказала, предметом патентного права являются полезные вещи, предметом авторского права являются вещи, которые имеют отношение к искусству. Или это могут быть скульптура, книги, танцы, картины, любые изобретения, одежда и также компьютерный код, который не может быть запатентован по какой-либо причине. И последнее, это, конечно, торговая марка. Торговая марка – это все, что использует бизнес, чтобы отличить себя от своих конкурентов. То есть это название, лого, знак, цвет, даже запах может являться частью торгового знака. И торговый знак. Почему компания регистрирует торговый знак? Во-первых, конечно, чтобы отличить себя от конкурентов. Во-вторых, показать своим нынешним или будущим покупателям, что все товары и услуги исходят из одного источника, то бишь от их компании. И, соответственно, все эти товары и услуги должны иметь какое-то определенное качество. Вот все эти три объекта интеллектуальной собственности могут быть зарегистрированы в США. Это все может быть сделано дистанционно. Владельцам этих объектов не обязательно самим приезжать в США. Однако, если вы хотите приехать, мы, конечно, можем вам помочь со всеми видами иммиграционных и неиммиграционных виз. Ссылка под этим видео. Пишите, звоните. И также, если вам нужна квалифицированная юридическая помощь, по регистрации прав интеллектуальной собственности мы с удовольствием ее окажем. До скорых встреч!